Давайте прославим Бога и скажем «Слава Богу!» Я читаю книгу Езекииля, 22 глава, 30 стих. Книга Езекииля, 22 глава, 30 стих. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мной в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Книга Езекииля, 13 глава, 5 стих. «В проломы вы не входите и не ограждаетесь стеной дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа». Последнее место. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 1 стих. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник». Возвращаясь к книге Езекииля, надо было бы, конечно, прочитать несколько глав, но у нас нет времени. Я просто хочу как бы посвятить вас в контекст, потому что эти стихи, они вырваны из контекста, и трудно понять вообще, о чем здесь говорится. Если вы читаете Библию, я думаю, вы знаете, что Езекииль – это пророк Божий, и он писал свою книгу, пророчествовал в пленении в Вавилонском. И когда он писал эти стихи, он писал их частью к пророкам и частью ко всему народу. Если читать выше, там написано про их состояние, что священники, они не отличают святого от несвятого, что князья обкрадывают народ, что пришельцы угнетенные, бедных, они не подкрепляют. И здесь потом говорится, что человек, Богу нужен человек, который поставил бы стену и стал бы пролом за эту землю и за дом Израилев. И какой стене здесь говорит Бог, и какой там имеется смысл. Вы знаете, так как они были в пленении, стены естественных никакой не было, они были рабами. Здесь Бог имеет в виду немножко другое. Здесь говорится про духовную стену и про духовное состояние тех людей, того народа, которым говорил Иезекииль. Потому что если мы вспомним историю книгу царств, при тем, как их увели в плен, то их состояние было плачевное. Вспомнить царя Монасию, который написано довел народ Божий, что они поступали хуже, чем те люди, которые жили до них и вокруг них. То есть там написано, что Он поставил жертвенники тому, чему нельзя было поклоняться даже во дворах Дома Божия, то есть в храме. Там написано даже, что Он поставил идола в храме. То есть до того дошло моральное состояние народа, что они не могли понимать, они были слепые и поклонялись идолам в Доме Божьем. И здесь это, знаете, не только обращение к Израилю, не только обращение к тем людям. Я нахожу себя и нахожу сегодня наше состояние, нашу церковь, я бы сказал, не только нашу церковь, но состояние всего христианства на данный момент. Вы знаете, часто мы такое можем слышать, что когда-то давно у нас были молитвы, когда-то давно было пророчество, исцеление. Вы знаете, я бы сегодня очень хотел, чтобы у нас оно было, чтобы у нас было исцеление, чтобы у нас были дары, чтобы у нас было проявление Божие, сегодня Божья рука, чтобы действовала. Но, знаете, я не раз размышляю, и нету этого. И почему нету? Вы знаете, если оно было, и его сейчас нету, то только два варианта, либо ты сам его отдал, либо кто-то его украл. Иисус говорит, что кто входит не через дверь, а перелазит в Индии, тот вор и разбойник. И, вы знаете, связывая его с этим местом, со стеной, с проломами, сегодня сатана, вы знаете, если посмотреть на общество, он общество развращенное. И постепенно вот эта, скажем, развращенность, оно шаг за шагом, маленькими какими-то действиями входит в церковь. И не конкретно про нашу, но вообще, если говорить в общем, то очень много, знаете, сегодня то, что было в мире, оно перешло в церковь. Я даже слышал несколько таких примеров. Например, когда Барак Обама, он становился президентом, и вы знаете то, что как бы там приглашают пастора, чтобы он молился за президента. И вот когда приглашали пастора, старого пастора, чтобы он молился за нового президента, вот перед самой молитвой тут приходит какой-то человек, и так получилось, они нашли то, что 20 или 30 лет назад этот пастор он учил против геев. И они говорят, что все, ты больше не можешь молиться за президента, ты был против нас, ты учил против нас. Он говорит, ну сейчас как бы я такой, как вы, это все нормально, я могу молиться. Он говорит, нет, нет, как бы в прошлом ты был против нас. И он говорит, что тогда все так учили, тогда все так понимали. То есть было время, когда все понимали одинаково. И если, я слышал еще такой более интересный пример, по радио один американский правоведник, знаете, он говорит, что меня, этот правоведник, не любит в американских церквях, потому что, когда я правоведник, меня больше еще ни разу, ну как бы, в другой раз не приглашают. И он говорит, я учил про целомудрие, про благоговение перед Богом. И он зацепил такую немножко тему про одежду, как бы, что нельзя так приходить в церковь. И как бы, это людям не понравилось. Но одна старая бабушка, она говорит, что она, ну уже очень такая старая, 80, может, 90 лет, она подходит к нему и говорит, что когда-то, 50, может быть, 60 лет назад, как бы, была такая история, она рассказывала, она была очевидцем. то есть в церкви, раньше в Америке, я говорю про Америку, в женщины не могли одевать платье выше, как бы, голени, ну или вот этой косточки, то есть все платья были в пол. И она говорит, что однажды пришли женщины в платье ниже колен, но выше, вот это, но выше голени. И общество церкви, как бы, так скажем, администрации, начальствующие, такой, поднялся в бунт или в возмущении, как бы, что такое, что творится, куда мы идем? И он говорит, нам бы сейчас ваши проблемы. То, что вы знаете, я имею в виду то, что общество, оно сегодня очень сильно развратилось, и так, как и, знаете, смотрит народ израильский, поступалось точно так же. Бог их ограждал, Бог их освящал, Бог их вывел с земли египетской, они видели все эти чудеса. Вот проходит одно поколение, и они уже снова отступают от Бога. Вы знаете, и так подумать, откуда это все приходило? Они же были святые, Бог был с ними, написано, что Бог сам пребывал с ними в стане. Ну вот, они пришли в землю обетованную, и что-то поменялось, они начали поклоняться идолам. Если мы смотрим, у них же не было идолов, у них не было всего этого греха, но оно приходит извне. И это как действует, по моему наблюдению, как действует сатана, он возвращает общество вокруг народа израильского, вокруг народа Божия. И постепенно, то, что было в этих народах, оно постепенно начинает входить в народ Божий. Постепенно вот эти идолы, они приглашают то, что давайте, пойдемте к нам. Написано, что они приглашали поклоняться фигуру, и народ пришел поклоняться, они занимались там также благотворительством, и так входил народ. И так Валаам советовал в Араку, чтобы ты так их не победишь, народ Божий, потому что Бог за них сражается. Но если ты сделаешь так, чтобы Бог сам от них отвернулся, и Бог был против них, тогда ты их победишь. И сегодня, смотря на наше состояние, сегодня есть проломы в церкви, сегодня есть проломы в обществе, через которые сатана имеет доступ, потому что, знаете, хотелось бы, очень сильно хотелось бы, чтобы Бог сегодня действовал, очень сильно хотелось бы, чтобы видеть исцеление, видеть, как хромые встают, видеть, как парализованные встают. Но что-то не так, что-то нужно предпринять, что это нужно сделать. Вы знаете, много лет назад есть люди, которые здесь, они видели это все, они видели эти чудеса, они видели Божью руку. Вы знаете, мое, наверное, обращение даже больше к ним, раз они видели, и постепенно это все куда-то ушло, я думаю, они знают, где этот пролом и что нужно сделать, чтобы Бог сегодня обратно пришел в церковь и начал действовать. Я прочитаю еще несколько мест Священного Писания. Это будет Псалом 90, 4 стих, вторая часть стиха. Можно даже весь стих. Псалом 94 стих. «Переми своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение истины его». Не буду повторять все стихи, которые я читал, но здесь говорит такое интересное, Салма Спевец, такое интересное выражение «щит и ограждение истины его». То есть Божья истина, можно сказать Божье Слово, ведь Божье Слово есть истина, оно ограждение для меня, вот оно меня ограждает. Вы знаете, если говорить за стену, то там здесь такое место, которое я читал, что нужно строить стену и вставать проломы для того, чтобы твердо стоять в сражении. Если, знаете, для чего вообще стена, если так подумать, то есть для чего люди раньше строили стены? Им какая-то была нужда, какая-то была причина. И главная причина, я думаю, все мы понимаем, что был враг, который приходил и забирал, и убивал, и грабил их, и они думали, как бы нам предотвратить это, давайте построим стену, и все, враг придет, и он не сможет, не сможет на нас напасть, потому что есть стена. И вот когда приходила война, и был город, огражденный стеной, что делали враги? Они находили самое слабое место в стене, ну, какое они смогли найти, которое выглядело послабше, поменьше, потоньше, и били туда, чтобы пробить стену, потому что, да, вот где ворота, там стоит ограждение, там стоят отряды, там такое особое укрепление, а вот где-то сзади, где-то сбоку можно зайти, где нет такой защиты, где стена может быть не такая толстая. И они находили вот это место и пробивали его, через это место входили в город и город брали. Вы знаете, сегодня, если посмотреть на нас, то у нас тоже есть стена, и я хотел бы заметить такую интересную мысль, которую для меня показалась интересной. Вы знаете, раньше, если мы вспомним, в Иерихоне написано, что это Рааф, она жила в стене. Если часто из истории, часто мы можем видеть, что дома людей, они примыкали к стене, то есть задняя стена дома, это была стена городская. То есть это было для них как бы легче строить, и не надо было столько затрат делать, не столько кирпича и инструмента. Многие люди этим пользовались. И вы знаете, для меня я так подумал, ведь так и происходит в нашей жизни, что мы составляем одно тело Христово. Написано, что смотрите, как строят. То есть каждый смотри, как строят. Апостол Павел пишет, что я положил основание, но каждый смотри, как строят. То есть вы живые камни и строите из себя храм Божий. В этом месте в Иоанна, просто немножко хочу остановиться, здесь написано, что вор, он перелазит в Индию, то есть он не входит через дверь. Это двор овчий. Он входит в двор овчий Индию. И вот вы знаете, как в любом языке, это был не еврейский, а древнегреческий, древнегреческий. Вы знаете, у них, как и в многих языках, одно слово может иметь несколько значений. И там написано двор овчий. Но также я посмотрел просто в словаря. Это слово может значить и здание, или дворец может даже значить. И оно немножко приобретает другой смысл. То есть враг или вор, он входит в дом или во дворец, он перелазит сбоку. То есть, если мы вспомним, есть такое место враг, он первое, что ищет, он украсть, убить и погубить. То есть сегодня враг старается украсть, у церкви что-то ценное, входя через проломы, через, так скажем, сбоку, сзади, где мы не можем поставить свою защиту. И эта защита, это сбоку, сзади, вы знаете, что это такое? Я так думал, где легче всего войти? Ну, понятно, где стена поменьше и послабше. Если мы с вами, как мы составляем храм Божий или дом Божий, то где самое слабое место? Где самое, можно сказать, такое невозросшее, неокрепленное, несведующее в Писании, это дети, которые, можно сказать, подростки или молодежь, которые еще не возросли в Слове Божьем, не возросли в Боге, в Его благодати. И таких людей, апостол Павел, что пишет, что младенцы, они не сведущи в Слове, их легко совратить или их легко искусить, потому что они могут даже увлекаться ветром мучения. И вот сатана часто, он бьет туда, и Бог говорит часто в рочествах, если вы замечали, это три такие вещи, что молитесь за молодое поколение, молитесь за эту местность и то, что будет что-то, что мы не знаем, что придет на народ Божий, чтобы мы молились за правителей и за наше благоустроение. Но всегда, но очень часто это слово звучит, что молитесь за молодой виноградник, часто говорится, что враг пытается нанести свой ущерб, в свою такую работу, после которой трудно будет что-то сделать. И сегодня вот эти проломы, которые входит в сатана, нужно поставить защиту, нужно, чтобы кто-то туда встал. Здесь написано так интересно, первое, построить стену, второе, встань в пролом. Интересно так написано, я так думал, что бы это могло значить. Знаете, в истории есть такое интересное примечание, в городе, где есть стена, были особенные люди, это были воины, которые готовились, можно сказать, всю свою жизнь к определенному моменту. Они не работали, они не пахали, не сеяли, они не имели никакой другой ответственности, и никто с них ничего даже и не спрашивал. И так интересно, почему, кажется, да, вроде такие как бы лентяи ничего не делают, и к ним даже вопросов нету, почему вы ничего не делаете. Но, знаете, придет момент, когда придет враг и сделает пролом, вот эти люди, они всю жизнь свою готовились, чтобы встать пролом. То есть, когда приходит враг и проламывает стену, это были специальные люди, которые были готовы пожертвовать своей жизнью, которые готовы были умереть, и они выходили в этот пролом, и они понимали, что у них нет пути назад, что сейчас они выйдут, и все. Это их смерть, потому что там стоит войско, а сзади их семья, их жены, их дети, их отцы, их матеря, и они готовили себя к этому моменту. И люди их не спрашивали, почему вы не работаете, почему вы нам не помогаете, потому что они прекрасно понимали, что когда придет враг, они станут на защиту, они станут в пролом, чтобы за ними, их друзья, может, их семья, они могли поставить стену, чтобы враг не зашел. Читая одно место, это Вторая книга Царств, 23 глава, 9 стих. Вторая книга Царств, 23 глава, 9 стих. Под нем Елиазар, сын Дадо, сына Ахохи, из трех храбрых, бывшим с Давидом. Когда они порицанием вызывали филистимлян, собравшихся на войну, израильтяне вышли против них, и он встал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу, и даровал Господь в тот день великую победу. И народ последовал за ним для того только, чтобы обирать убитых. За ним Шама, сын Аги, гагаритянин. Когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеяно Чечевицу, и народ побежал от филистимлян, то он встал среди поля и сберег его, и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь великую победу. Аминь. Знаете, меня всегда удивляло это место, особенно я почитал только про двух людей, но их было трое. Вот эти два человека, они меня по-особенному удивляют. И когда я читаю 23 главу и 1 Клинига Парабинон, 11 глава, вот эти два человека, знаете, может быть, только для меня, потому что я юноша, мне это интересно было всегда, как бы война, сражения, войны и все такое. Вот эти два человека, они, знаете, они отличаются от всех, можно сказать, людей остальных. Первое, я хотел бы отметить, это Шама, сын Аги. Написано, собрались филистимляне, народ побежал, то он встал среди поля и сберег его, и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь великую победу. Этот человек, знаете, он необычный, стоит войско на сражение, начали сражаться, войско на войско, филистимляне против израильтян. Израильтяне понимали, что они не могут победить, начали бежать. Все начинали убегать от филистимлян, от врагов, потому что там целая армия, они, может быть, понимали, что они сильнее, может быть, их было больше, мы не знаем. Но вот здесь нашелся один интересный человек, который отличался от всех остальных. Говорится так, что он встал среди поля и поражал филистимлян. Он встал среди поля, все другие люди смотрят, кажутся, что Шама, что ты делаешь, зачем тебе это нужно, ты понимаешь, что ты один, и против всего войска, против целой армии врага стоять одному, это просто то же самое, что и самоубийство. Может, не многие из нас понимают, что такое сражение, или как это сражаться, но даже два человека против одного, это уже, можно сказать, 90% поражения. Три человека, еще хуже, 5, 10, 20. Вы знаете, я не могу понять, как это он сделал, как ему это удалось устоять одному против всей армии, против всего войска филистимского, ведь казалось, обступите его 2-3 человека с луками, и все, и все, это покойник. Но что-то было там такое необычное, что нам Библия не описывает, но дает только одна такая заметка. Даровал Господь великую победу. Вы знаете, этот шам, он там был не один, это 100%. Здесь написано не так, как за шаму, но такое, что меня больше удивляет, это Господь даровал победу, потому что люди понимали, что один человек никогда войско не победит. И как люди говорят, знаете, в мире, один в поле не воин, и это правда, что один человек не может победить всех, и он бы не смог. Но что-то необычное произошло в тот момент, мы, может быть, этого не можем, этого увидеть, можем только догадываться, вникая, что там происходило. Здесь написано, я хотел бы остановиться, записано, было поле засеяно чечевицу. Интересная заметка, почему написано. Знаете, в Библии, она очень мало про людей некоторых говорит, и вообще каждое слово ценное. И здесь я так думал, размышлял, почему все-таки кто-то писал, он упомянул об этом. Знаете, что такое чечевица? Это, можно сказать, еда для народа, чем мы питаемся. И он стал среди этого поля, среди этой еды, можно сказать, нашего пропитания, и он не допустил врагу разрушить или потоптать, убрать вот эту еду, чем мы можем сегодня питаться. Он стал за истину, знаете, и не позволил врагу сегодня исказить и развратить то, что сегодня нам дает Бог. Он не позволил сегодня врагу потоптать и убрать сегодня то, сделать это неважным для народа Божия. И он сохранил его. Может быть, для нас все мы не занимаемся некоторыми исследованиями, но я происследовал, знаете, имя Шама, имя необычное, знаете, оно значит, есть несколько значений. Значение первое, имя Шама значит быть опустошенным. Второе значение, быть в ужасе или узашаться. И третье, быть в страхе. Я так думал, почему, кажется, такой герой, такой необычный человек, я думаю, среди народа его почитали, и такое имя у него странное, необычное. И потом я вспомнил, знаете, есть такое место, что были люди, люди написано, весь мир не был их достоин, но они были в пренебрежении, они были в уничижении, они скитались, их, написано, перепили пилами, то есть их мир почитал за ссор, за ничто, но они, весь мир не был их достоин, то есть их ценил Бог, это те люди, которые вставали в проломы, которые не позволяли врагу врываться в народ Божий, которые защищали его, которые ограждались стеною. Если кто-то поклонялся идолам и творили всякие мерзости и нечестия, эти люди, они защищали и не давали этому хода. И я так сегодня подумал, часто, знаете, страшно стать в этом проломе, страшно стать перед всем войском, потому что может кто-то другой что-то говорить, что ты вот, посмотри, что ты сам как бы такой святой, да, ты что-то тут рассказываешь, да все так живут, да вот, смотри, все так поступают, не только я, как бы, посмотри вокруг все церкви, и они так делают, и они так ходят, почему нам нельзя? Знаете, вот этот человек, он не был необычный, я думаю, нам с него нужно брать пример. Второй человек, второй человек – это Елиазар, знаете, тоже имя необычное, было много Елиазаров, но именно вот этот Елиазар, он тоже отличился, его имя значит «Тот, которому помогает Бог» или «Бог поможет». Здесь написано, что Елиазар, как и Шама, я прочитаю, «Израильтяне вышли против них, и он встал, и поражал перед землям до того, что рука его утомилась, и прилипла к мечу, и даровал Господь в тот день великую победу, и народ посетовал за ним для того только, чтобы обирать убитых». Снова отмечается, что это не Елиазар, но Господь даровал победу. Но все же Елиазар пришел и встал, он взял меч и начал сражаться. Вы знаете, в Библии есть такие места, когда Бог сражался за народ, он написан там, например, «кидал камни, и от камней умерло больше, чем от меча». То есть иногда Бог, например, посылал ангела и поражал чужое войско, и народу вообще не надо было ничего делать, просто они пришли и забрали то, что у них было, то богатство. Но были моменты, когда Бог говорил, «бери меч, иди сражайся». То есть бери меч, бери щит, бери лук, бери копье, иди сражайся с своим врагом. Да, я буду с тобой, да, я тебе помогу, и я вам дам победу, но ты должен что-то сделать. Не только я буду все делать постоянно за тебя, но ты бери меч, иди сражайся. Этот Илиазар, он интересный человек, потому что когда мы берем меч и начинаем сражаться за себя, за народ Божий, вставать в пролом, то Бог дает победу. Вот это, оно снова меня удивляет, написано, «рука его прилипла к мечу». Вы знаете, если мы подумаем, если стена – это истина и Слово Божье, и апостол Павел говорит, что наше воинствование или сражение наше не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. Он дальше описывает, что нам нужно взять, и он говорит, что возьмите меч Слово Божье. То есть Слово Божье – этот меч. Вы знаете, если этот меч сегодня прилипнет к нашей руке, прилипнет к нашим глазам, к нашему сердцу, и мы будем им пользоваться, то Господь нам дарует великую победу. Потому что, вспоминая Откровение, вы знаете, против кого воюет Сатана. Он написан в Сатана или Древний Змей, он выйдет в последнее время против людей, против особенных людей. И в чем их особенность? Первая особенность – они соблюдают заповеди Божии. Вторая особенность – они имеют свидетельство Иисуса Христа. Вот это необычные люди. Знаете, он не выйдет против писятников, баптистов, протестантов и кого-то еще другого. Там будет только одна категория. Соблюдаешь заповеди – раз, и имеешь свидетельство Иисуса Христа – два. Там не будут спрашивать тебя, кто ты там. Может, ты православный или кто-то еще другой. Там не будет такого разделения. Но настанет такое время, когда людям просто… Они будут вынуждены вставать в проломы, они будут вынуждены идти на сражение, они будут вынуждены терпеть какие-то лишения и что-то еще другое, чтобы стоять за Господа, за свою веру, за Слово Божие. Знаете, я думаю, может некоторые люди сказать, что ну да, были войны, да, были сражения, но это все Ветхий Завет. А при чем тут Новый Завет, при чем тут мы? И вообще Иисус, Он не воевал ни с кем, Он был такой мирный и тихий. Он исцелял, Он как бы укреплял людей. Я вам скажу, что это, кто так думает, это неправильно. Но я не буду все читать, может быть, только одно, один или два стиха. Прочитаю про Иисуса, про нашего Господа, 19 глава Откровения, 11 стих. «Увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который правильно судит и воинствует, глаза у Него, как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его самого. Он был облечен в одежду багрованную кровью, имя Ему, Слово Божие. Из уст Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. На одежде и на бедре Его написано имя Царь Царей и Господь Господствующих». 14 стих. «И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченный весон, белый чистый». Знаете, Иисус – это не просто, можно сказать, не просто воин, но Он тот, который выводит воинство небесное на брань. И Он выведет их, в один момент написано, что Он их выведет против сатаны, против всего войска, которое там будет. Может быть, кто-то захочет пример из Нового Завета, из жизни, и скажет, в жизни Он такого не делал. Я скажу вам дел. Может быть, физически Он ни с кем не сражался, никого не бил и так далее. Но если сегодня мы посмотрим духовными глазами на некоторые события в Библии, на некоторые события Иисуса Христа, самое первое, может, которое такое более видное – это искушение Его в пустыне, приходит Ему сатана. Сам, знаете, предводитель всех бесов, всего зла, можно так сказать. И Он начинает искушать, и Он начинает с Ним, так сказать, Его испытывать, но ставит под сомнение Его божественность, ставит под сомнение еще некоторые вещи, предлагает Ему что-то. Он начинает пробовать на крепость Его проверять, какой Он крепкий, не пошатнется ли Он в своем уповании, не пошатнется ли Он в том, что Он исповедует. И Господь наш сегодня Он победил. Он сегодня превозмог дьявола и сатану. И такой интересный пример, вы знаете, я так думал, и я думаю, все вы вспомните Иисус, Его ученики приплывают в море, и они прибывают в страну Годоринскую, прибегает человек и падает перед Иисусом. Они начинают про что-то говорить, со стороны посмотреть, два человека разговаривают, вроде ничего такого особенного. Но если бы мы посмотрели духовными глазами, там было что-то необычное, стоит Христос и стоит легион бесов. Да, ученики, может, этого не понимали, не видели, и они не до конца, может быть, были осведомлены, и не вмещалось в разуме, кто такой Иисус, но вот те вот духи, они прекрасно понимали, кто это. И у них не было никакого сомнения, что Он их изгонит, то, что им больше нет возможности мучить того человека, потому что пришел Его Спаситель, пришел Его Освободитель. И они даже не пытаются ему что-то, как бы, проверять Его, но они просят, чтобы Он не знал их в бездну, но и знал их свиней. И у них нет вопросов о Его власти, о Его силе, потому что они прекрасно понимают, кто перед ними стоит, то, что это Царь, Царей, Господь Господствующий, что это Владыка Неба и Земли, что это Господь Семогущий. И у них нет никакого, так скажем, неуважения к Нему, потому что стоит один Христос и стоит целый легион. Легион – это, историки говорят, около 6 тысяч, римский легион. Вы знаете, если бы сегодня перед каким-то из нас перестал легион бесов, я думаю, страхи и трепети были перед ними и побежали бы, но не Христос. Не Христос, даже, знаете, Он не пошатнулся, не дрогнул, потому что Он знал, кто Он, и Он знал, кто они. И они это знали. И потом они говорят другим людям, что Христа мы знаем, и Павел нам известен, а вы кто? Знаете, Христос, знаете, Он удивляет. Может быть, да, Он не сражался физически, но Он был самый, я скажу, сильный, духовный воин, который мог когда-либо быть и когда-либо будет. Некоторые называют Его наш генерал или наш предводитель. Знаете, и так и есть. Он вводит Своё войско небесное против сатаны. И сегодня нам нужно брать с Него пример. Ну, потому что Он был тем человеком, которого Бог нашёл, который поставил бы стену и стал за Нё в пролом, который бы показал людям, как нужно поступать, как нужно жить, что нужно исповедовать, как нужно правильно исполнять Писание, потому что многие из них не понимали, они видели букву и не поступали по букве, но с этим вместе в их сердце оно не принадлежало Господу. Они старались исполнять внешность, но в внутренности они были гнилые. Написано, что вы гробы, у вас всякая нечистота, у вас всякий грех. Вы стараетесь исполнить какое-то внешнее повеление, вести себя правильно, там, давай десятину и так далее. Но в вашей внутренности вы вообще Бога не знаете, вы вообще от Бога далеки, вы не понимаете, кто такой Бог. Он говорит, если бы вы знали Бога, вы знали бы меня, вы знали бы, кто такой я, но вы этого не знаете. Знаете, я думаю, сегодня нам нужно переосмыслить нашу жизнь, наше хождение перед Богом. Некоторые наши поступки и дела, вы знаете, Слово Божие написано, ограждение и истина. Если бы мы понимали сегодня, как нужно читать Слово Божие, знаете, я слышал такую интересную мысль одного пастора, он говорит, что если мы будем читать Слово Божие просто своим разумом, мы ничего не поймем. Но если мы будем просить Бога и читать его в духе, тогда оно становится, знаете, он говорит, как оно оживает, оно становится живым, оно как будто воскресает для меня, и ты смотришь на него совершенно другими глазами. И ты читаешь, можешь читать один стих целый день и не можешь так и до конца постичь его, потому что он тебе открылся. И в такой жизни моей было ни раз и ни два, когда ты, я читаю главу, знаете, я раньше читал, так взял за себя, заправил и читал каждый день, там по три или по семь глав. Я прочитал, положил Библию, как бы сделал. Ну раз у меня было такое же, когда я начал читать, я по его совету так и сделал, я перед чтением встал на колени и просил Господа, Господи, открой мои глаза, открой мое сердце, чтобы не увидеть тайны Твоего Писания, тайны Твоего Слова. Знаете, я читал один и тот же стих, я читал, я читал его и не мог остановиться, я начинаю читать дальше, но что-то внутри меня просто толкает обратно, вернись к тому. Я много нашел, знаете, для себя вот этого укрепления духовного хлеба, духовного подкрепления от Слова Божия. Сегодня, если бы мы научились правильно его читать, правильно его исследовать, и что сегодня оно нам говорит, потому что мы прочитываем вот эти места, эти главы, эти события, истории, не вникаем, что там написано, не вникаем, что они хотят нам передать. А сатана, знаете, он этим пользуется, что мы Слово Божие не знаем, не знаем истины, не знаем, как надо правильно поступать, как нужно жить. И он этим пользуется и начинает разрушать стены. Я просто займу еще пару минут, есть один такой интересный перевод, что пролом или то, как сатана это делает, написано «перелазит Индии» или «делает пролом», но по-английски, если переводить с еврейского или с греческого на английский, есть такое слово, лучший перевод они подобрали «penetrate». То есть, переводя на «наш», это как, можно сказать, потихоньку просачивается внутрь. И вот это как действует сатана, вы знаете, за один день же это происходит, то есть, можно сказать, 70-50 лет назад церкви в Америке были точно такие же, как и наши, точно те же псалмы, та же форма, тоже все было одинаковое. Но вот начиналось просачивание, и день за днем, год за годом, десятилетия за десятилетиям, оно все постепенно отходило, отходило, отходило от истины. И сегодня люди, вы знаете, которые жили тогда, вот эти старики, американцы, они понимают так же, как и мы, они, знаете, они поступают так же, как и мы. Это новое поколение, которое сегодня, оно встало или поднялось, оно совсем по-другому действует. Знаете, даже многие говорят, что вот когда-то на Украине, и на Украине сейчас, если вы многие были, там не сильно такое отличие от Америки. Такое же есть и прославление, и проповеди, и все оно похоже. Я, знаете, не хотелось бы много вдаваться в подробности, там есть много всяких разных учений, которых бы вообще не должно было быть, кажется. Много есть хорошего, да, есть у нашей братья, есть у нашей церкви, но есть много чего плохого. Сегодня нам нужно, знаете, я хотел бы еще раз отметить, чтобы мы стояли сегодня за стенами, мы могли взять этот меч, чтобы как шама, нам может быть будет страшно, нам может быть будет как-то непривычно это сделать. Наступит в нашей жизни момент, знаете, уже в моей жизни, это я вижу, что уже потихоньку, она начинает наступать. Когда ты вроде, тебя никто не заставляет, но внутренность твоя, она говорит, что тебе нужно просто сказать, просто засвидетельствовать, просто стать за истину. Какой-то человек, я просто приведу такой маленький пример, я общался недавно с человеком, и он как бы верующий, и он, можно сказать, отступник. Он приехал в Америку, и всю веру наставил, не верит ни во что, он говорит, что нет ни неба, ни ада, все это обман, как бы, все это неправда. А я ему говорю, нет, есть, есть жизнь после смерти, есть небо, есть ад. И он говорит, ну ты там был? Я говорю, нет, ты видел, но я не видел. Я говорю, ну вот я знаю человека, у нас есть эстрада, мы с молодежью к ней посещали. Она видела, она умерла клинической смертью, она видела, и знаете, он так помолчал пару, пару мгновений, говорит, ну я не знаю. Ну, наш разговор, я бы, далеко не зашел, потому что он мусульманин, да, с ним трудно было разговаривать, но все же, вот это вот, хоть маленькое что-то, что можно было сделать, или нужно было сделать, его нужно иногда сделать, нужно встать за истину, нужно иногда просто маленькое дело, маленькое, так скажем, маленький шаг, построить маленький камешек, встать в пролом. Пусть нас Господь всех благословит. Аминь.